Мечи разные, волейбольные, баскетбольные, яркие, детские. Пока не стартовал учебный сезон, в 10-й школе Станицыного-Мышастовска идут последние приготовления. Директор лично распаковывает от пленки новые гимнастические маты и аккуратно раскладывает их по залу. Без привлечения. Здесь это историческое событие. Собственной спортивной зоны в школе, которой исполнилось 50 лет, никогда не было. Мы шли со школы в спорткомплекс минут 10 или 15. В спорткомплексе было тесно. Будущий пятиклассник Руслан вспоминает, как приходилось раньше добираться на уроки физкультуры. Школьники пешком ходили в соседний спортивный комплекс, примерно пару кварталов. Там им выделяли место для занятий. Теперь такие походы останутся в прошлом. Собственный, не просто спортивный зал, а отдельное здание построили в Станичной школе после того, как о проблеме губернатору края рассказал местный житель. Алексей Косач год назад на приеме граждан попросил Венимина Кондратьева о помощи. Прошу вас оказать содействие в строительстве спортивного зала для нашей школы, ну для деток. Потому что мы занимаемся на базе дешевая юность, которая находится примерно в 500 метрах. То есть вы на уроке физкультуры из обычной школы ходите в детскую, юношку и спортивную школу. Галерия, я думаю, что вот это на самом деле должно остаться в далеком прошлом. Спортивные залы однозначно должны в школах были появиться. Современные спортивные залы в краевых школах строятся в основном по типовым проектам. Главный критерий – многофункциональность. Здесь и баскетбольные кольца, футбольная площадка, гимнастические снаряды. В Новомышастовской школе новый корпус для занятий физкультурой еще оборудовали пандусами и сделали удобные заезды для колясочников. Тут уже планируют не только проводить уроки, но и открывать дополнительные секции. Я хотела научиться делать колесо тут. И тут просто красиво все. Любимым местом детей и даже взрослых стала спортивная площадка в одном из дворов Новороссийска. Тоже положительный результат – встреч губернатора с жителями района. Зону для активного отдыха на улице Мефодиевской отремонтировали после поручения Вениамина Кондратьева. Вместо старой потрескавшейся резины уложили современный искусственный газон, огородили периметр и установили крытые трибуны для зрителей. Теперь здесь даже проводят соревнования по футболу. Покрытие было не очень хорошее для детей. Оно менее травмоопасно, во-первых, потому что если ребенок бежит по бетонному покрытию и вдруг споткнулся, естественно, ноги сразу у него травмируются. Сейчас ребенок может упасть на эту мягкую траву, и никаких у него проблем нет. Спорт шаговой доступности – одна из главных задач, которая стоит перед руководством региона. Строить многофункциональные площадки будут и дальше. Не только в крупных городах, но и в отдаленных уголках Кубани. Для этого в краевом бюджете предусмотрены субсидии. Только в прошлом году на строительство спортивных площадок и малобюджетных спортзалов было выделено свыше 400 миллионов рублей. Продолжение следует...